Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Муранец Владимир Израилевич, доктор биологических наук. Профессор, выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий отделом биохимии животной клетки НИИ физико-химической биологии имени Белозёрского, а также профессор факультета биоинженерии и биоинформатики и кафедры биохимии биологического факультета «Альма-Матер». Профессор Муранец, научный руководитель 16-ти кандидатских и научный консультант двух докторских диссертаций. Работал в качестве приглашённого профессора в США, Китае, Швеции, Италии и Франции. Владимир Израилевич Муранец – рецензент ряда международных журналов по биохимии и руководитель грантов международных и российских научных фондов. Он автор почти 200 публикаций, из них более 100 – в зарубежных журналах и трёх книг. Дважды был обладателем специальной премии президента для выдающихся учёных России. Владимир Муранец сегодня в нашей студии. А эта программа будет посвящена белкам, которые играют важнейшую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Этим заболеваниям, которые, как мы сегодня услышим, называются также конформационными заболеваниями, уже были посвящены некоторые выпуски «Медицины в контексте». В этой студии были академик Угрюмов, о прионах рассказывал Виталий Кушнеров, но никогда ещё прежде речь не шла в этой связи о белках шаперонах. Сегодня о них пойдёт речь, шапероны или шаперонины. А те, кто досмотрят нас до конца, будут вознаграждены, и они узнают, какая может быть связь между нейродегенерацией и ферментом, который связан со сперматозоидами, с их подвижностью, с их развитием. Не будем забегать вперёд, это у нас будет в самом конце, после основной части. Пожалуйста, Владимир Израиль, шапероны и развитие амилоидных нейродегенеративных заболеваний. Спасибо. Я действительно буду рассказывать в основном про шапероны, потому что о нейродегенеративных заболеваниях действительно уже здесь говорили, и поговорить после Михаила Угрюмова про нейродегенеративные заболевания мне было бы неудобно, потому что я всю свою жизнь занимаюсь только белками, если честно говоря, и вообще одним белком. Ну и так получилось, что вот немного шаперонами. Ну поэтому для начала я попытаюсь рассказать, что такое шапероны и как они вообще появились в поле зрения учёных. Так сложилось, что изучая в основном микроорганизмы, обнаружили, что в условиях теплового шока, то есть когда микроорганизмы просто нагреваются, появляются какие-то белки в довольно большом количестве, которые до этого в этих микробах никогда не видели, ну или не могли увидеть просто из-за недостаточно чувствительности метода. Их назвали белки теплового шока, вот их сокращение, хитшок протеин, HSP их ещё называют. И говорили о них так, вот если поставить электрофорез, такой способ, который может определить молекулярную массу белка, полипептидной цепочки, и получится, что она равна 22 килодайтонам, 27, 60, вот так их и называли. HSP 22, там 104, 90 и так далее. При этом не задумывались о том, это на самом деле 22 килодайтона весь белок, или может быть их соединяется вместе, там 20 белков, и получается что-то огромное. Ну и вот это изучали, в том числе в нашем институте белка Пущино, довольно много было работ на эту тему. А параллельно шла работа с белками, которые вдруг стали обнаруживать в клетках, связанных с обычными белками, ну в том числе и с ферментами, например, с глютаматом и гидрогеназом. Вдруг обнаружили, что они как-то соединяются с друг другом, выделяются иногда вместе. И потом стало понятно, что, пожалуй, они помогают белкам как-то сворачиваться. Причём до этого... Сворачиваться не в смысле... Сворачиваться в правильную форму, да. Не как молоко сворачивается, а именно фолдинг. Да. А до этого как-то было принято считать, что вот есть полиэпетидная цепочка, ну допустим, там из 50 аминокислотных остатков, и она, если долго будет стоять в растворе, она свернётся в правильную структуру. То есть примет правильную конформацию. Да, правильную структуру, правильную конформацию, ничего для этого не надо. Потом оказалось, что не все белки так могут сворачиваться. Не всегда, ну допустим, там, допустим, 5% белка свернётся правильно, остальные свернутся неправильно или выпадут в осадок. И вот для того, чтобы это не происходило, этого нужны вот такие белки-помощники. Ну, откуда вот это слово взялось? Ну, вообще, естественно, это французского происхождения слово, потому что шапо – это шляпа, да. И вот средневековый главной убор назывался шаперон, капюшон, шапочка. Вот как здесь вот такой замечательный дядечка в этой шапочке. На самом деле, как ни странно, вот эта шапочка, хотя слово-то происходит не за виды этой шапки, а на самом деле она на шаперон немножко похожа, как вы потом увидите. Но есть ещё и другое значение этого слова. Это дама, компаньонка, наставница, которая вот обычно молодую девушку сопровождала, чтобы с ней ничего дурного не произошло. То, что в испанском – дуэнья. Дуэнья, да. Вот поэтому иногда на русский переводят шаперон вот именно как дуэнья. Ну и, возможно, они ходили вот в таких шапках шаперонных, знаете, как у нас старуха Шапокляк сначала была, теперь. Старуха исчезла, осталось только слово Шапокляк, и мы сразу понимаем, что это такое. Вот такие шаперонные компаньонки, которые помогают белкам сворачиваться, вот это слово и появилось. Они много чего делают, обо всём я не буду говорить, но вот главное, что они делают, они помогают сворачиваться полипептидной цепи в правильную конформацию. Это может быть просто в растворе, это может происходить одновременно с процессом схождения полипептидной цепочки с полирибосомы, с рибосомы, так называемые котрансляционные действия шаперонов. Они очень важны для формирования четвертичной структуры. Ну, если белок простенький состоит из одной субеднички, то даже такой белок, как гемоглобин, например, он состоит уже из нескольких субедниц, им надо собраться из нескольких полипептидных цепей воедино. И вот это более сложный процесс, чем просто свернуться. Потому что полипептидные цепочки могут слепиться друг с другом и агрегировать, а вот если одну придержишь, а потом с ней это всё свернётся, то это получается попроще. Хотя в сам шаперон вот такая третичная большая молекула не входит, но вот субеднички обычно в неё влезают. Ну, и вот то, что может быть более важно даже для нейродегенеративных заболеваний, это вот предотвращение агрегации белков. То есть, когда полипептидная цепочка есть, она может свернуться в правильную конформацию, может дать четвертичную структуру, а может просто агрегировать друг с другом и выпасть в осадок. Особенно это плохо, когда белка много и температура повышается. Почему, собственно говоря, хитшопротельные появились? Когда вдруг клетки работают при высокой температуре, белочки немножко неправильно начинают сворачиваться, агрегировать, агрегаты эти образуются. Вот предотвратить это всё могут шапероны. Ну, и в транспорте белков на самом деле они тоже участвуют. Ещё есть много разных функций. Каждый раз, каждый год открывают всё новое, но вот это вот как бы основные. А какие вообще бывают шапероны? Ну, они бывают простые, бывают более сложные. Одни как бы, ну, велосипед без моторчика. Это так называемые малые белки теплового шока. Размер у них от 20 до 30 где-то килодайтон. Вот такую форму они приблизительно имеют. И никаких вот специальных механизмов, кроме просто полипетитной цепи, там нет. Они просто связываются с другим белком. Они так ещё их называют, естественно, развернутые белки. То есть, они сами не свёрнуты, эти шапероны. И когда они присоединяются к другому белочку, они могут с ним легче взаимодействовать. Потому что если он уже свернулся бы в голову, как он мог бы уже свернуться? Ну, сам я этими белками не занимаюсь. Они, на мой взгляд, не такие интересные, как вот такие уже более сложные. Их называют шапероны, шаперонины иногда. Вот здесь изображён шаперонин Гроэль. Он почти миллион дайтон, 840 килодайтон. И у него есть уже моторчик, как автомобили и по размерам. Он приблизительно настолько же больше белка малого теплового шока, как велосипед и автомобиль. И вот есть ещё специальное устройство для того, чтобы он как бы функционировал. Ну, вот на следующей картинке он нарисован более подробно. Вообще, это белки, которые помогают росту Еколи. Поэтому они исходно назывались шаперонины Гроэль. То есть, Гро, вот без этой буквы Эль. Ну, как правило, уже подробности не вдаются. Его называют Гроэль. Хотя, на самом деле, это означает, что это большая субъединица некого белка, который помогает расти эшерихия Коли. Это белок бактериальный. А помогает как на уровне репликации? Ну, просто как бы, если его нет, то они растут хуже. Вот. Значит, состоит он из 14 субъединиц одинаковых. Поэтому, если посмотреть по классификации HSP, о которой мы говорили до этого, это будет HSP 60. Потому что одна субъединичка, у него 60 кило дольтон. А все вместе они слепляются, это 14 субъединиц, да еще два кольца. Видите, вот одно колечко, вот здесь. То есть, извините, Лазару, есть мутанты Коли, мутантные по шаперону, то есть, у них не вырабатываются шапероны? Это на мутантном уровне или на температурном манипулируют? Нет, они есть всегда. Да, они есть всегда. Они есть всегда, но хотя сейчас есть уже и мутанты, вот в Институте промышленных микроорганизмов, они делают и мутанты, которых очень много шаперона, есть мутанты, в которых его нет, они растут, но существенно похуже. А есть, которые работают более-менее в таком нормальном режиме. Ну, понимаете, вы говорите, почему их раньше не видели. Вот когда у вас много белка производится, вот в условиях теплового шока, вы его на электрофорезе видите, вдруг появился новый белок. А когда он в нормальной форме, вы его, ну там, стополос... Если он не целевой, ты не будешь его искать. Да, да, стополос его никогда не замечали. Так что здесь уже постфактум нашли, что они и в нормальных клетках, естественно, тоже есть, эти шапероны, а не то, что они... Ну, это такое лирическое отступление, не смогло не вмешаться. Вот, значит, вот такой шаперон. Здесь есть вот такая, как бы, внутри полость, в которую белок вот с этой стороны или с этой, плохо развернутый, может зайти, и что-то там с ним произойдет. Субнички одинаковые, 14 штук. Два колечка. Колечки тоже, как бы, между собой взаимодействуют, и это зависит от АТФ. А сверху еще крышечка такая, видите? Это называется шапочка-крышечка. Это ГРОЭС, то есть малая субъедница шаперона. У нее молекулярная масса 10 кДт, но она тоже состоит из нескольких субъединиц. Вот можно посмотреть, как они выглядят, если вот закрытая конформация, как бы никакой полости здесь вы не видите, даже без шапочки. А потом вот открытое состояние, вот это появляется, вот такая полость, куда белок может зайти, и что-то там с ним произойдет. Ну, вот это просто с другого ракурса. А на самом деле это видно даже в электронной микроскопии. Вот здесь есть, ну, не то чтобы, конечно, замечательно видно, но приглядеться можно. Вот такие бублики, причем видно, что вот здесь это более плотное, а внутри плотность поменьше, это означает, что там есть полость какая-то. То есть вот как раз вот открытая конформация этого шаперонина ГРОЭЛЬ. Ну, как он по-простому, если посмотреть, работает без особых деталей. Вот есть у нас плохо свернутый белок, он проникает в полость этого шаперона, которую я только что показывал. Сначала начинает немножко так наверху этой полости связываться, он проникает внутрь, сверху прикрывается вот этой крышечкой ГРОЭС, и АТФ зависимым способом, потом там происходит некое конформационное изменение, и если белок может при таком вот приварке в этом горшочке свернуться в нормальную конформацию, он оттуда выходит. Вот правильно свернутый белок, шапочка отваливается, АТФ здесь гидролизуется, и вот получается правильно хорошо свернутый белочек. Это энергозависимый процесс. В принципе, кое-что может происходить и без энергии, но вот правильно работающий шаперон это энергозависимый процесс с помощью аденозин-3-фосфорной кислоты. До этого мы говорили о тех шаперонах, которые есть у микроорганизмов. На самом деле у нас с вами и у других млекопитающих тоже, естественно, есть шаперон, и они, в общем-то, похожи на те шапероны, которые есть у микроорганизмов. Вот здесь наверху изображен шаперон, о котором мы говорили, ГРОЭЛЬ, вот здесь эта крышечка ГРОЭС, вот здесь белочек сворачивается и так далее. А есть еще так, цитоплазматический шаперон у кориотических организмов, и в том числе и у млекопитающих, которые делают практически то же самое, устроен очень похоже, но чуть-чуть посложнее. Ну, во-первых, белок к нему приходит не просто так сюда, а затаскивается специальным префалгином. Это такой кошаперон, вот он сначала связывает плохо свернутый белок, потаскивает его к полости. Это тоже белковое. Да, тоже белковое. И здесь нет шапочки. Вместо шапочки есть вот такие клешни, которые тоже АТФ-зависимым способом закрывают вот эту полость, чтобы здесь белок мог себя чувствовать уже изолированно. К нему другие белки не подойдут, значит, он не сможет сегрегировать. И здесь ему в такой вот более приятной атмосфере удается сворачиваться. Ну, вот здесь он тоже изображен. Это я говорю для того, чтобы потом, когда пойдет речь уже о нежедегенеративных заболеваниях, можно было, вот зная эту картинку, смотреть, что там происходит. Ну, вот здесь этот трик изображен уже более подробно. Здесь 16 субъединиц, причем в отличие от ГРУЭЛ, они все разные. И это, в принципе, неплохо, потому что если они чуть-чуть разные, значит, они могут по-разному связывать разные белки. Вот у ГРУЭЛи у него поменьше специфичность, ну, более-менее все, что развернуто по лептидной цепи, он связывает, универсал более-менее, да. А здесь у них чуть-чуть по-разному, вероятно, связываются с этими субъединицами, хотя он тоже довольно универсальный. Ну, правда, изначально считалось, что он специфические белки только может сворачивать. Потом оказалось, что он может все-таки разный. Вот здесь изображен этот аппекальный домен, который делает крышечку, как бы вместо ГРУЭС. А здесь вот внутренняя, как бы, вот это уже сама полость, вот это вот экваториальный домен. Ну, и тоже здесь два кольца, которые сложным образом друг с другом взаимодействуют, потому что если вот сюда уже зашло, что-то сворачиваться, ну, вот в этот момент здесь уже не может происходить связывание других белков, но это уже более сложная история. Я думаю, об этом можно и не говорить. Ну, теперь про нейродегенеративные заболевания, о которых, вот, как вы говорили, у вас уже неоднократно шла речь. Но никто их не называл конформационными, а это очень здорово. Потому что, почему конформационные болезни, это не только нейродегенерация, это много что к этому относится. Связано это с тем, что белки могут быть в разной конформации, и в определенной конформации они могут себя вести не так, как нативные белки. Из-за того, что они чуть-чуть неправильно свернуты, мы говорили об этом правильном сворачивании, это может быть по разным причинам. Или их могут промодифицировать другие какие-то, из-за каких-то других реакций в клетке. Или это может быть мутация. Или другой на них белочек так повлияет, что он будет сворачиваться в присутствии другого белка и немножко по-другому изменится. И тогда возникнет конформационно измененный белок, который начнет агрегировать, может помогать агрегировать и другим белкам, и возникают вот эти все неприятные вещи, которые связаны вот с так называемыми конформационными заболеваниями. Причем, ну, это близко и к амилоидным заболеваниям, которых тоже много. Потому что, ну, мы хорошо знаем там про Альцгеймера, другие болезни, но вообще-то говоря, камни в почках, у них тоже есть амилоидные структуры, изначально бывает, и на них уже, на амилоидных структурах, начинают образовываться там камни, аксалатные, уратные, какие-то другие. Крусталики глаза, это же тоже агрегация белковая. То есть, это все вещи довольно связанные. Я специально нарисовал здесь мелким шрифтом разные другие болезни, потому что мы о них говорить не будем, но просто, чтобы было понятно, что их вообще-то, говоря, много. И расскажу немножко вот про три болезни, ну, по сути, что три болезни, да, ну, потому что просто, вот этими болезнями мы сами занимаемся в нашей лаборатории, поэтому про них я более-менее кое-что знаю. А про остальные можно и не говорить, поскольку я ими специально не занимаюсь, а вообще, мне кажется, нужно рассказывать и говорить только о том, чем занимаешься сам. Сейчас просто стал писать обзоры, потому что можно все прочитать и написать, но если ты сам это не почувствовал, то, в общем, особого смысла нет. Я стараюсь приглашать людей, которые, да, своих исследований. Значит, вот здесь три заболевания, это болезни Альцгеймера, прионные заболевания, инфекционные или наследственные, и болезнь Паркинсона. Все они связаны с изменением определенных белков, это или бета-амилоидный пептид для Альцгеймера, прионный белок для прионных инфекций, и альфа-синуклеин для болезни Паркинсона. Ну, два слова о болезни Альцгеймера, Альцгеймера, конечно, все это знают, но просто я хотел здесь подчеркнуть, что это действительно то, что теперь принято называть социально значимая болезнь. Если около 30 миллионов людей ей болеют, и болезнь плоха тем, ну, все болезни плохи, конечно, но тем, что люди, за людьми нужен очень пристальный уход. Они же не... Но они беспомощные. Они беспомощные, да, они ничего не помнят, при этом, ну, я не знаю, это плохо или хорошо, но, в общем, когда люди перестают нервничать, они иногда даже живут существенно дольше, чем их коллеги, которые болезнью Альцгеймера, они страдают, но уход за ними это, в общем-то, большие деньги. И после 65 лет очень велика вероятность того, что люди заболеют. Причем есть такая пирамида, что после 95 лет это уже практически полностью у людей возникает Альцгеймер. Может быть, по тем причинам, о которых мы поговорим немножко позже. Ну, что при этом происходит? Вот здесь изображен нормальный нейрон, а здесь нейрон при болезни Альцгеймера. Два основных фактора, которые здесь есть, это так называемые амилоидные бляшки или синильные бляшки, которые образуются в нервных тканях. И вообще, исходно считалось, что вот это самое плохое. Когда у вас есть нервные клетки, окруженные вот такими бляшками, то вроде бы это все ужасно. Ну, то есть, нарушаются коммуникации. Теперь начинаем говорить, что, может быть, бляшки-то неплохо. Они себе отложились и лежат. И никому не мешают. И вот как раз самые опасные формы бета-амилоидного пептида, они здесь связаны. Вот. И никуда из этих бляшек, которые очень прочные, ничем не разрушены, не деваются. А опасные олигомерные формы бета-амилоида, которые небольшие, могут проникать сквозь клеточные стенки и повреждать нейроны уже внутри. Вот так называемые нейрофибриллярные клубочки. И проблема-то заключается в том, что, ну, хотели люди лечить, врачи лечить эти заболевания, например, моноклональными антителами, которые будут связываться, убирать, да. Не очень получается до сих пор, да. Потому что, ну, можно эти бляшки разрушить, например, ими, а... Проблема не в бляшках. Проблема, похоже, не в бляшках, а вот в токсичности, воспалении. Ну, много здесь разных процессов. Тут и главная беда, что до сих пор нет лекарственных препаратов. Никаких практически. Ну, то есть, бляшки – это такое следствие. Скорее, да. Может быть, это даже следствие, а может быть, даже это защитный механизм. Толком, как бы, никто не знает. Ну, вот, последняя была конференция Альцгеймер Parkinson's Diseases в Вене вот в марте этого года. Ну, и опять практически ничего. Хотя есть компании, которые занимаются пристально очень этими вещами. Причем самые такие крутые, ну, в Штатах есть просто институт, который целиком занимается болезнью Альцгеймера. Есть институт, который просто занимается изучением обезьян, у которых делают болезни Альцгеймера и проверяют на них разные препараты. Больше, как бы, статисты коллектива, там 50 авторов, хирурги и все прочее. Просто вот такая модель, чтобы проверить, как это все происходит. Ну, а рекомендации, типа, там, иногда, там, курите, может быть, это будет лучше. А вот. Но четко, как бы, неизвестно. Но это вот я хотел почтуть, что это действительно очень такая опасная и очень болезнь, которая приносит, ну, и в том числе, и, так сказать, и материальные очень убытки всем государствам, особенно, где люди живут подольше. Есть болезнь Паркинсона. Она, конечно, тоже очень неприятная. Это тремор, гипонекинезия. Ну, наверное, многие видели людей, которые этой болезнью страдают. Здесь, получше в плане понимания механизма этого заболевания, есть мутантный синуклеин, да, вот как это все происходит, он агрегирует, тоже образуются фибрилы с альфа-синуклеином в тельцах Ливии. В результате долгого развития этого болезни гибнет много нейронов, особенно в субстанции нигра мозга, и потом вот токсичные олигомеры тоже здесь принимают участие. Ну, конечно, здесь все это более сложно. Довольно важный момент, вот как раз окислительные стрессы, которые приводят к модификации синуклеина. И здесь, но тем не менее, есть лекарства, и люди, в общем-то, ну, скажем так, плохо, но живут достаточно полноценной жизнью. Вот опять на той же конференции было выступление просто больного этим заболеванием, очень тяжелые формы, и он болеет уже сопутствующие заболевания около 20 или 30 лет. Он показывал фотографии, ну, как бы иллюстрируя, как он себя чувствует до приема лекарства, и как он себя чувствует после. У них такое очень с чувством юмора человек, он женат, работает, все с ним как бы в порядке. Конечно, все это очень тяжело, но тем не менее, хоть что-то можно сделать. Ну, есть лекарственные препараты, дофа и его там всякие модификации, то есть здесь как бы есть надежда, что что-то появится. Ну, кстати, вот академик Гогрюмов, если он вам, наверное, рассказывал, тоже с ним как-то беседовали, говорит, что главное сейчас диагностика такая, что когда мы уже видим болезнь, мы уже ничего толком сделать не можем. начинается лет за 30. Вот если найти до того, как все произошло, то есть шанс что-то увидеть. Ну, вот с инуклеином мы тоже занялись, но с нашей, так сказать, белковой точки зрения. Ну, и, наконец, вот прионные заболевания. Они, конечно, очень любопытные, потому что, ну, вы знаете, что это как бы единственный случай наследственности, связанной с белками. И здесь, безусловно, конечно, приоритет наших ученых, ну, в главе с Игнгличем Томовым, Терманисианом, и Кушнировым, он, наверное, рассказывал об этом. Но они занимаются дрожжевыми прионами. Там это все очень хорошо как бы разобрано. Но есть, естественно, болезнь, которая связана вот уже с млекопитающими, например. Есть наследственная болезнь, это болезнь Кресфольда якобы, но это очень редкое заболевание. Я разговаривал с неврологами, они за свою жизнь иногда один раз такого больного увидели, если он там появляется где-то в отдаленной городе, все туда неврологи съезжают, чтобы посмотреть, как это вообще выглядит. А большой бум, особенно лет 90-х, это был, вот коровье бешенство, это уже инфекционное заболевание. Но здесь все на самом деле очень непонятно, потому что вот есть три болезни. Вот это коровье бешенство, это трансмиссионная губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота. Есть почесуха по-русски, или вот скрепи по-английски. это овец, когда они чешутся. И есть болезнь куру. Это уже болезнь, которая характерна для человека. Да, ее искоренили, потому что в Двине каннибалы ели мозги друг друга и при этом заражались. Вот внутрибедовая передача, она точно есть. Если ты съешь мозг своего врага больного этой болезни, то ты заразишься. Честно говоря, вот если ты съешь мозг больной коровы, стопроцентно ты не заразишься. И вообще я не всегда даже уверен, заразишься ли ты. При этом с одной стороны никакой паники по поводу овец не было никогда. Хотя известно, ну как бы или считается, что вот эта эпидемия коровьего бешенства произошла от того, что коровы поедали костную муку, сделанную из больных овец. Вот. То есть вроде как бы есть такая передача. Но мне кажется, что это вообще скорее такая экономическая какая-то проблема, потому что вот я был во Франции в то время, когда был главный ажиотаж по поводу английских коров, и при этом в магазинах французских предлагали попробовать сырое мясо, доказывая тем, что у них-то все нормально. Я как раз удивительная, я в то же время была там тартар, угощали. Ну, вы-то ладно, простые люди, у нас в то время была конференция посвященная, воркшоп посвященная как раз вот этим всем прионным заболеваниям, нас было там человек пять, и почти все заказали тартар или плохо прожаренное мясо, то есть мы сами не боялись. Вот. Ну, а боялись 90-летние бабушки, которые об этом услышали, переставали есть мясо, хотя инкубационный период там минимум два года, а скорее всего 20 лет. Но это, конечно, само по себе очень интересно. Ну, и вот, например, с овечьями прионами мы давно работаем, ну, как-то, в общем-то, не очень боимся с ними работать, хотя, кто его знает, может, напрасно. Вот, что происходит с прионами. Значит, есть нормальный прион, ну, и как всегда оказалось, что хотя говорили о том, что... Который тоже нужен, это часть организма. Как бы какой-то там прион непонятный, который убивает людей и так далее. Оказывается, он есть любого человека, животного, везде. Да, он, такой специальный хвостик, закрепленный в мембранах, в том числе и в нервной ткани, и он нужен. Хотя, я должен сказать, что вот проприон, синуклеин и про бетаамилоидный пептид, ну, как бы считается, что они нужны. Но вот так точно сказать, для чего, никто не может. Ну, то есть, раз есть, значит, надо. Они, конечно, как бы нужны, вот, но вот такую вот жесткую функцию никто, в общем-то, не предсказал. Ну, то есть, эволюция лишнего не подкинет. из этих соображений, конечно, да, но в то же время можно и как бы и при них прожить. А вдруг попадает вот такой вот прион, который свернут неправильно. Вот мы говорили о неправильном сворачивании. Вот если вот такой прион, который неправильно свернется, это могут быть разные причины, опять же. Мутантные иногда сворачиваются не так. Металл, если добавляешь, медь, например, они сворачиваются не так, сразу начинают агрегировать. Если он подойдет к нормальному, он его тоже испортит. А когда он испортит его, то могут образовываться или такие токсичные довольно олигомеры, которые могут потом проникать тоже в клетки, или фибрилы. Вот то, что вот в мозге образуется, это вот такие упорядоченные фибриллярные структуры, их хорошо видно в микроскоп, они для них характерны, ну, это может быть Виталий вам даже рассказывал, бета-складчатые структуры специальные, их можно поэтому идентифицировать. И вот откладывание таких вот фибрил, ну, опять же, они, конечно, откладываются, они вроде бы, вроде бы это не хорошо, но самое опасное, это вот как раз небольшие олигомерщики токсичные, которые могут проникать в клетки и их убивать. То есть, здесь развитие точно такое же, как говорили мы до этого, сначала думали, что самое опасное, огромное агрегата, а оказалось постепенно, что самое неприятное, как раз такие относительно небольшие токсичные олигомерщики. Ну, это я просто фотографию привел для иллюстрации того, что не так все страшно, это количество вот заболеваний со смертельным исходом среди коров в Северной Америке, в Штатах, в Канаду. Но видно, что здесь единичные случаи, и, конечно, вероятность того, что на каждом этапе вероятность снижается, что вы съедите эту корову, мозг этой коровы, что вы после этого заболеете, если передача не стопроцентная, то, в общем-то, никто, можно особенно не волноваться и спокойно мясо есть. Кстати, толком никто еще и не знает, ведь вот эти плохие прионы, если их добавляешь к клеткам нервным в культуре, они, конечно, их портят, но никто же не впрыскивает экстракт мозга коровы на мозг, да, и как это все проникает через железную... Но тепловую обработку они выдерживают. Они выдерживают не только тепловую обработку, нужно специально специально отбирать ферменты, которые вот их могут разрушать, то есть обычные протеиназы их не разрушают, а разрушают особые протеиназы термочувствительных микроорганизмов. То есть традиционные меры предосторожности здесь не работают. При высокой температуре специальными ферментами, выделяемые мы из каких-нибудь микроорганизмов, которые в термоисточниках где-то добывают, вот при нагреве, вот эти ферменты, они, например, пером могут разрушить птичье, и вот тогда и Бог даст, и такие прионы разрушатся. Ну и вот здесь уже немножко о шаперонах и возможной их роли в нейрогенеративных заболеваниях. Ну вот я уже говорил о том, что при всех этих конформационных болезнях образуются амиловидные структуры, или фибрилы, или вот эти токсичные агрегаты. И стало довольно давно понятно, что раз это агрегация, раз это какие-то структуры, которые из неправильно свернутых белков, то, наверное, можно их шаперонами каким-то образом разрушить, и как-то можно предотвратить эту агрегацию. То есть идея появилась довольно давно, и в этом направлении многие исследователи работали. Хотя вот в середине как раз... в попытках практически применить знания. Да. Вот. И при этом тут ожидала как раз не очень приятная ситуация, потому что стали вроде как бы давайте используем шапероны и разрушим амилоидные бляшки, а тут-то появились данные, что если ты их разрушишь, ты получишь маленькие приончики, которые будут еще хуже. Вот. И это как раз хорошо видно на дрожжах, потому что там шапероны нужны именно для того, чтобы инфекционный агент передавался в следующие поколения. Вот. Так что здесь как бы с использованием вот таким в лоб шаперонами. шапероны им просто помогают делать свое дело. Дрожжевые, да, потому что если у вас есть одна клетка, в которой вот такая фибрила, то она передаст потомству только эту фибрилу, а если ее разбить на 10, то 10 будет клеточек поражены. Ну, с дрожжами все-таки немножко другая история, хотя они пытаются на этих дрожжевых моделях имитировать коростные регенеративные заболевания. Значит, вот еще раз, чтобы вернуться к тому, о чем мы будем говорить дальше, вот это опять схема вот этого функционирования ГРУЭЛЬ. Значит, сюда, в активный центр этого шаперона заходит неправильно свернутый белок, потом закрывается крышечкой, сворачивается и так далее, и вылезает отсюда вот уже хорошо свернутый белок. Но что произойдет, если он не может свернуться правильно, ведь почему он здесь связывается? Потому что он неправильно свернут. Если он правильно свернуться не может, значит, он опять здесь застрянет. И в результате у нас шаперон заблокируется, потому что белок правильную конформацию принять не может, значит, он опять свяжется с шапероном. Причем, на самом-то деле, даже еще хуже ситуация в том плане, что если неправильно свернутый белок и хорошо свернутый белок, они будут как-то здесь конкурировать в растворе, это одно. А вот если он сюда уже попал, то прежде чем он выйдет в раствор, он уже опять свяжется с этими стенками. Поэтому есть вероятность того, что у нас шаперонная система будет заблокирована. Чем она может быть заблокирована? Ну, прежде всего, конечно, теми же самыми прионами, бета-амилоидом, синуклином, которые неправильно уже свернуты. То есть одна из проблем, которая может возникать с нейродегенеративными заболеваниями, что вот эти неправильно свернутые белки, особенно прионы, например, они будут блокировать шаперонную систему. Они же не только для того, чтобы там нейродегенерация участвует, они нужны для того, чтобы остальные белки свернуть. Значит, если у нас много, допустим, приона, который будет связываться и блокировать вот этот шаперон, то остальные белки, которые нужны для сворачивания, для трансляции, процессов трансляции, для энергетического метаболизма, а известно, что при нейродегенерации энергетический метаболизм охудшается, они все не смогут правильно свернуться, и следовательно клетки будут умирать. То есть одна из проблем, которая может возникать из-за этих вот прионов или там других неправильно свернутых белков, заключается в том, что они будут блокировать систему шаперонов. Ну, когда нам довольно давно, уже лет 20 назад, в голову мысль пришла, мы решили это проверить на каких-то прионах. Побегали в Москве по разным коллегам, выяснилось, что или нельзя с ними работать, потому что это инфекционно сильно, их тогда получали в институте полиоми, вакцины и сыворотки, нет, наверное, даже полиоми, это, да. Вот, мы не смогли с нашими, шапероны у нас были, а приона не было. Вот, дрожжевые белки, люди работали с дрожжевыми прионами, но не выделяли их в чистом виде, поэтому мы решили, что можно сделать как бы искусственный прион, то есть белок, который не может, в принципе, принять нормальную конформацию. Мы взяли белок, который у нас был под руками, ну, это глицеральдегидрифосфат, дегидрогеназа, вот тот белок, о котором мы в конце, может быть, будем говорить, просто потому, что я им всю жизнь занимаюсь и все про него знаю, поэтому мы его взяли и сделали, как бы из него, во-первых, у нас были мутанты, которые не могли свернуться в четвертичную структуру, в принципе, а мутантные формы, они, полептит есть, но он сворачивается неправильно, и активности нет, ничего, потом мы, другие формы мы промодифицировали, там, химическими реагентами, или просто окислили кислородом воздуха, вот, и получились формы, которые, в принципе, не могут принять нативную конформацию, и показали, что они вот эту всю систему заблокируют, если их добавить к шаперону, вот эти разным способом, то они не будут давать шаперону работу, делать свою тему, да, мы даже хотели назвать эту работу там искусственной прион, но поскольку у нас был коллега француз, он такой боязливый товарищ, он нам такое название запретил делать, ну, вот как это происходит, вот есть у нас неправильно свернутый белок, есть шаперон, вот он его блокирует, в результате накапливаются в клетках вот такие нерастворимые агрегаты, это на самом деле было показано и на Груэле, на Трике, и на HSP-70 с нашими коллегами питерскими, это они в основном делали, но вот что любопытно, ну, первый раз мы связались, вот его довольно трудно выделять, вот этот Трик из животных, довольно сложный, шаперон большой, но слава богу, его очень много в двух, ну, во-первых, в семенниках, вот, и тогда, оказывается, его оттуда более-менее можно выделить, видно, там он очень важную функцию играет, и в ретикулоцитах, где тоже перед образованием эритроцитов, там видно, очень интенсивный синтез белка идет, и там этот Трик есть, так вот, если к Приону добавить Трик, в котором есть магния ТФ, я говорил, что это нужно для того, чтобы он функционировал, то, ну, Прион может слепляться друг с другом, но никаких, вот здесь сам Трик изображен, кстати, он похож очень внешне на ГРУЭЛ, вот, агрегаты образуются, но ничего такого плохого не происходит, потому что никаких вот этих амилоидных структур не образуется, а вот если просто не дать аденозинтрифосфата Трику, то образуются фибрилы, ну, вот, вот они довольно длинные такие, вот, из Прионного белка, почему это происходит, вероятно, потому что вот у нас есть Шаперон, у него есть вот эта полость, о которой я говорил, туда заходит Прион, возможно, он немножко даже изменяется из-за взаимодействия со стенками этого Шаперона, а потом на него начинают, уже наиспорченные, начинают налеплять, налепать другие молекулы Приона, и образуется вот такая фибрила, если бы у нас был АТФ, то как только соединился, он бы вылетел из активного центра Шаперона, и таких фибрил не образовывалось, как вот здесь, то есть, получается, что важно, чтобы Шапероны нужны, они делают хорошее, как бы, дело, но если Шапероны будут неактивны из-за того, что АТФ, например, метаболизм плохой, или они будут заблокированы вот теми формами окисленными, о которых я говорил, испорченные будут такие Шапероны, то они, вместо того, чтобы помогать бороться с агрегацией, они будут вот такие фибрилы давать. Но вот заодно я здесь про Груэль, я про него потом подольше поговорю, вот здесь мы сделали то же самое с Груэль, это микробный Шаперон, видно, что здесь никаких фибрил не образуется, образуются вот такие вот структурки порядка 200 нанометров, но о них, может быть, я чуть позже еще расскажу. Итак, что получается, значит, вот есть у нас нативный прион, есть два варианта, или, если плохой трик, у которого нет АТФ, или он заблокирован окисленными формами других белков, или даже, если он заблокирован другими молекулами приона, то получаются вот такие вот амилоидные фибрилы. А Груэль даже в присутствии АТФ может делать вот такие структурки. Собственно говоря, вот по этому кусочек я хотел бы вот несколько слов здесь сказать, это, на мой взгляд, важно, потому что, ну, как я уже говорил, можно считать, что шопероны помогают бороться с нейродегенерацией, и многие усилия ученых направлены на то, чтобы или увеличить продукцию этих шоперонов в клетках, или даже добавлять извне шоперона. Вот есть ЧСП-70, это его довольно, есть рекомбинатный уже белок, потом в нашей стороне, и есть такие подходы, что можно добавлять шоперонин, этот шоперон, больным людям они будут в какой-то степени рассасывать эти амилоидные структуры, и будет некая профилактика или предотвращение нейроэндикирогенных заболеваний. Но сейчас с генными технологиями в принципе можно сделать так, что у вас будет в клетках больше шоперонов производиться, и в результате будет больше шоперонов. Но на самом деле, хотя исследователи не любят простых путей, может быть, более простой путь, это те же самые всем хорошо известные антиоксиданты. То есть, если вы будете, будет достаточно интенсивная защита от окислительного стресса в клетках, и не будут образовываться вот эти неправильно свернутые белки, то и не будет ингибирования шоперонов, системы шоперонов. Вот как здесь. Вот есть у нас неправильно свернутые белки, они блокируют шопероны и ингибируют шоперон-зависимое сворачивание. То есть, может быть, просто простейший способ увеличить активное количество активного шоперона в клетке, это не дать образоваться неправильно свернутым белкам. И может быть, все вот эти вещи, связанные со старением организма, ну, известно, что накапливаются вот эти неправильно свернутые белки, и там еще проблемы с их утилизацией в протеосонной системе. Возможно, что они, во-первых, нужно, чтобы было хорошее энергообеспечение, как мы видели, если нет АТФ, то будут портиться шопероны. И для того, чтобы антиоксиданты, низкомолекулярные антиоксиданты, все-таки не имев. Мне кажется, что да. Потому что вы же трослась, да, такие разноречивые позиции относительно них. Ну, понимаете, это всегда действительно палка о двух концах, потому что ну, та же аскорбиновая кислота, там, что если с железом она провяземодействует, то вместо антиоксиданта она будет прооксидантный эффект. Ну, тут надо все это как бы контролировать, конечно, но вот то, что здесь такие посттрансляционные модификации, это может быть, кстати, не только окисление, например, гликирование, которое бывает при диабете. Вот мы как раз тоже такие вещи сейчас сделаем. Если белок загликировался, он тоже не может свернуться правильно. И значит, он тоже будет блокировать этот шаперон. То есть, в общем, такие вещи, простые, простое предотвращение образования этих шаперонов может иметь не меньшее значение, индукция шаперонной системы в клетках. Ну, сами понимаете, генетическое вмешательство это не самое хорошее. Вообще, теперь вот несколько слов о том, почему мы стали заниматься триком, который цитоплазматический, и вот что можно сделать с Груэлем. Ну, мы довольно давно занимались микробным Груэлем, потом перешли вроде бы к прионам и всему прочему. К нам все время приставали наши критики, говорили, ну, как же так, о чем вы вообще говорите, ведь это же микробный Груэль, где он может встретиться в мозге с амилоидными структурами, он же туда не проникает. А потом возникла мода на микробиомы. Да, причем должен сказать, что мода, она возникла, но вот когда мы начинали, это было всего две статьи о том, что что-то может произойти с нервной системой в зависимости от микробиота. Это были такие, даже не в научной прессе, а около научных журналах, что-то о том, что антибиотики, диета могут помочь при лечении от аутизма каким-то образом. И вторая была статья о том, что если стерильный кишечник у крыс, нет там никаких микробов, то у них есть определенные нарушения в нервной системе. И вот мы решили посмотреть, что же будет, что Груэль делает с прионами. То, что я вам до этого показывал, вот здесь Груэль, вот прионы, и он из них собирает вот такие структуры 100-200 нанометров. И они уже вероятно могут проникать через стенку желудочно-кишечного тракта. И может быть таким образом они попадают потом и в кровоток и в нервную систему. Гемоэнцефаллический барьер преодолевают. Ну, понимаете, в чем дело? Вот это основное всегда говорят, вот гемоэнцефаллический барьер, ну, что так нельзя, например, лечить такими вещами Альцгеймера. А как раз при всех этих заболеваниях он нарушен. Там дырки в этом барьере и как раз недавно напрямую показали просто, была работа буквально пару недель назад, напрямую показали связь кишечных бактерий с тем, что они улавливают некий белок. Сейчас не хочу просто отвлекаться на детали. И напрямую взаимодействуют с нейронами. Там синаптические просто были, вот видели картину синаптическую. вообще, я как-то слушал лекцию о том, что это вообще как бы вот отдельное, вот желудок со всей нервной системы, это как бы вообще отдельный организм в нашем организме, который может делать все, что угодно. И вот мы до этого с вами как раз обсуждали всегда ли есть Груэль у Е. Коли. Вот нам дали штаммы из Института промышленных микроорганизмов, у которых нет Груэль, у которых нормальный Груэль и у которых вот Груэля много. Потом мы добавляли сюда прион и было видно, что в том случае, ну чем больше, грубо говоря, Е. Коли, тем больше вот этот печок, а этот печок обозначает, как много амилоидных структур образовалось. То есть, его способность образовывать именно амилоидные структуры, она коррелирует с количеством Груэль в микроорганизмов. Ну а ясно, что автолизм всегда идет, и этот Груэль вполне может попадать в просвет желудочно-кишечного тракта и там взаимодействовать с этими прионами. Может быть, от этого как-то зависит вот та непонятная межвидовая передача, о которых мы говорили. Ну, в заключении можно сказать, что есть уже данные о том, что шапероны, которые в нервных тканях млекопитающих присутствуют, играют важную роль в развитии энергогеративных заболеваний. Правда, не совсем понятно. Иногда в плохой конформации они могут даже их усугублять. Ну и шапероны микроорганизмов, которые обитают в желудочно-кишечном тракте, могут роль в развитии этих заболеваний играть. Но тут, конечно, много еще непонятно, потому что я говорил как бы по отдельности о всех этих белках. На самом деле есть взаимодействие между прионами и бета-амилоидным пептидом, между синуклеином и бета-амилоидным пептидом, между прионами и альфа-синуклеином. И все это, в общем-то, завязано довольно в сложную цепочку. Мы это все изучаем на уровне в основном белок-белковых взаимодействия, потому что мы все биохимики и там в общем-то в основном занимаемся белковой химией. У нас вот довольно молодая, за исключением некоторых персонажей команды. Это в основном студенты и аспиранты или вот молодые сотрудники. Это факультет наш институт физико-химической биологии Белозерского МГУ. И вся вот молодежь, она в основном пришла к нам с факультета биоинженерии и биоинформатики, которые хороши тем, что они могут работать руками и при этом хорошо ориентируются вот всем в моделировании. Винсилика, то, что называется. Да, во всем этом. Но у нас в коллективе есть также представители кафедры биохимии. Раньше немножко лучше начинают работать руками, а в таком симбиозе тех и других они учат и нас чему-то, и друг друга, и в общем-то занимаются вот этими всеми альпосинуклеинами, шоперонами и всем прочим. Я желаю всем и вам в том числе успеха. Спасибо большое, Владимир Израильевич, за очень интересный рассказ. И лично я узнала много нового. В нашей рубрике по скриптуму у нас с вами рояль в кустах. Мы не будем этого скрывать. И я бы хотела попросить вас рассказать о возможной роли в нейродегенерации некого фермента, который вообще-то связан с подвижностью сперматозоидов. Это спермоспецифическая глицеральдегид и фосфат дегидрогеназа. И я знаю, что это одно из направлений работы вашей группы. И буквально вчера, так редко, но бывает, накануне нашей встречи я прочла статью, заметку, вышел в журнал E-Life, электронный, это рецензируемый журнал, со статьей ученых из Калифорнийского университета Сан-Франциско. Они изучают роль амилоидных белков в судьбе сперматозоидов. И они связывают с ними эти белки амилоидные со сперматозоидами и, похоже, играют роль в отборе жизнеспособных, способных противостоять иммунной системе женских плавных путей. Выживают лучше из лучших, как они пишут, но это тоже еще очень такая теоретическая вопрос, то есть они видели эффект, но они теоретизируют по поводу смысла того, что они увидели. То есть якобы дефектные сперматозоиды связывают с этими амилоидными волокнами. Как бы это ни было, есть связь. Просматривается не только вами, но и учеными из Сан-Диего. Пожалуйста, Владимир Зайдин. Ну хорошо, я немножко расскажу о спермоспецифичной глицер-альдегидрифосфат-догидрогеназе. Ну, исходно хорошо, что вы эту статью нашли, потому что, в общем-то, эта тема не слишком связана со всем предыдущим, но я не мог про глицер-альдегидрифосфат-догидрогеназу не рассказать, потому что всю свою жизнь, начиная с дипломной работы, я занимаюсь, по сути, только этим ферментом. Не спермоспецифической, а просто мистер-альдегидрифосфат-догидрогеназой, потому что она есть во всех клетках, и у критических, и во всех, во всех, во всех, какие только есть. Причем ее колоссальное количество. Это фермент, который осуществляет одну из реакций гликолиза, причем важную. Там образуется энергия в результате. И если мы посмотрим цитоплазму любой клетки, посмотрим, сколько там белков, вот 10% от всех белков растворимых в цитоплазме, это будет она, глицер-альдегидрифосфат-догидрогеназа. Наверное, я был ленивый студент, и ее было легче всего выделять из мышц кролика. Буквально можно грамм из кролика этого фермента выделить, и потом его спокойно изучать. И вообще почти вся энзимология, ну не вся, но большая часть энзимологии была сделана на этом ферменте именно по этой причине, что его было легко выделять. Много. Но некоторое время назад появилась информация, что есть изоформа. Вообще изоформ, вы знаете, там, лактат-дегидрогеназа много, изоформ и так далее. Изоформа этого фермента в общем-то нет. В соматических клетках только вот одна соматическая, глицер-альдегидрифосфат-дегидрогеназа. А вот оказалось, что в сперматозоидах есть изоформа. Это единственная форма, как я говорил, дегидрогеназа. Она находится в 19-й хромосоме, есть специальный ген, причем это не половая хромосома, то есть нет соматической, нет передачи половым путем каким-то образом. Она на 68% идентична соматическому ферменту, но самое главное, что у нее есть хвост из 72 аминокислотных остатков, который находится на N-канце, в нем много остатков пролина. и естественно, что ген-то есть во всех клетках и соматических тоже, но начинает синтезироваться этот фермент только в сперматозоида, как только они начинают появляться. Вот здесь изображен вот этот НКЦ-вой фрагмент, он висит на конце этого фермента и было показано, что это нужно для того, чтобы закрепиться в теле жгутика. Жгутик у сперматозоида довольно длинный, в середине идет такой столб структурных элементов и прямо встраивается в процессе формирования этого фиброзного слоя жгутика, туда встраивается сперматозоидная догидрогеназа. Для чего это может быть нужно? Это нужно для того, чтобы снабжать энергией сперматозоида для его движения. Вот здесь изображены сперматозоиды, а вот те же сперматозоиды после окраски антителами на глицеральдегидрифосфат дегидрогеназа спермоспецифическую. Но вот если на предыдущем сперматозоиде видно, что здесь вот есть головка сперматозоида, вот утолщение средняя часть, где в основном митохондрия, то видно, что здесь этого фермента нет, хотя теперь выясняется, что все тоже несколько сложнее, а здесь фермента нет, а вот по всему хвосту очень много этой глицеральдегидрифосфат дегидрогеназа этот фермент прикреплен. Ну, а что нам надо, когда мы чем-то хотим позаниматься, нам надо этот фермент как-то выделить. Ну, ясно, что сперму не так-то просто достать, мы одно время работали со спермой быков, спермы человека, но захотели найти такой более простой источник, думали, не взять ли нам сперму морских ежей, там спермы много, их легко добывать, но оказалось, что не тут-то было, потому что, вот если посмотреть на эту схему происхождения, эволюции гена ГАФ-тест, что вообще-то этот фермент появился довольно поздно, вот только там, где разделились млекопитающие и рептилии, вот они приобрели полипролиновый домен, да и то у рептилий он частенько отрезается. И по сути, вот такой вот фермент, о котором я говорил, он есть только у млекопитающих. И вот если мы ее фермент легко заингибировать, достаточно добавить перекиси водорода, фермент очень чувствительен к окислению, у него окисляется сфлюгидрильная группа активного центра, он перестает работать. Сперматозоиды продолжают двигаться, но двигаться не прямолинейно, как характерно для сперматозоидов млекопитающих, а они так хаотично двигаются, потому что хвост у них просто вот так крутится, как моторчик такой, как у всех там просейших, у которых движение хвоста замешано на митохондрии. А вот для того, чтобы было движение вот так называемое индулирующее этого хвоста поступательное вперед, вот эта вот подвижность прямолинейного быстрого движения, она исчезает. Именно из-за того, что этот фермент окисляется при добавлении перекиси водорода. Если есть мутация какая-то в этом ферменте, то тоже даже иногда похоже, что просто даже и вот этот вот столбик из структурных элементов плохо строится, потому что туда не может строиться своим хвостом глицералегитрифосфатный гидрогеназа. Этот фермент гораздо более стабильный, чем обычная гидрогеназа, потому что период полужизни гидрогеназа это несколько часов обычной соматического фермента. А этот фермент более стабильный, потому что ему нужно быть активным на протяжении всего срока, пока сперматозоиды созревают и пока они потом еще двигаются. когда мы этим занимались, мы предположили, что можно во-первых что-то с этим делать, детектировать мужскую бесплотность, например, при некоторых заболеваниях. Ясно, что если фермент не работает, то они не могут двигаться. Можно и вот на этом я хотел бы особо остановиться, отбирать сперматозоиды с максимально эффективной системой антиоксидантной защиты. Это приблизительно то, о чем говорит ваш рояль в кустах. Как они считают, что если с амилоидными структурами свяжутся сперматозоиды, то те, которые двигаются плохо, они налипнут, а хорошие будут двигаться. Мы еще до этой статьи предположили, что если вы добавляете немножко перекиси водорода, то вы убиваете плохие сперматозоиды, а те, которые не убиваются перекиси водорода, они будут живые, будут двигаться, и таким образом только самые эффективные, которые потом передадут эту способность по наследству, они будут принимать участие в оплодотворении. Причем, кстати, одна из больших проблем, когда мы это изучали на людях, заключается в том, что у всех антиоксидантная защита очень разная. Вот мы берем несколько образцов, в одну надо добавить один микромоль перекиси водорода, в другую добавляешь 50, а их убить нельзя. Вот, и видно, ну вот, того человека, у которого ничем не убьешь, у него, может быть, эти амилоидные структуры и каким-то образом способствовали такому отбору. с другой стороны можно и повысить активность дегидрогеназа, например, чтобы она не окислялась, добавить меркаптоэтанол, еще каких-то соединений, чтобы там окисление. запах просто. Ну, мне, например, нравится дитивитрогеназа, он хуже пахнет, он, да. Ну, и на самом деле, вот, последний пункт обездвиживания сперматозоидов путем создания специфических ингибиторов, мужские контрацептивы, об этом вообще довольно давно говорится, уже, наверное, лет 30, и американские коллеги пытались такие ингибиторы найти, но им ради этого было несколько грантов специальных, удалось в какой-то степени даже с нашей помощью им сделать рентгенно-структурный анализ, потому что пока мы не выделили этот фермент, никто его выделить в нативном состоянии не смог, сделали рентген, но не смогли такие контрацептивы пока подобрать ингибиторы, которые ингибировали бы только сперматозоиды, но не ингибировали бы активность фермента соматического, который у нас у всех есть, и, конечно, ты умрешь, прежде чем обездвижаться сперматозоиды. Но вот еще одна вещь, она немножко связана потом будет с нейродегенерацией, получается вот в чем. Я говорил о том, что этот фермент есть только в сперматозоидах, но ген-то есть везде. Известно, что при многих раковых заболеваниях включается неправильная экспрессия белков и даже есть так называемые спермоспецифические онкогены, которые начинают, появляются именно в раковых клетках. И вот, наверное, одним из таких маркеров может быть глицеральдегитрифосфадогидрогеназа. Здесь вот разные клетки меланомы. Я говорил, что в соматических клетках никогда не бывает спермоспецифической дегидрогеназа. Вот ее уровень в семенниках. И есть несколько клеточных линий, в которых вдруг начинает производиться довольно много сперматозоидного фермента. Вот здесь клетки меланомные, вот обычная фибробласт, и здесь ничего не прокрашивается на этот фермент. А вот здесь видно, как много спермоспецифического фермента появляется в меланомных клетках. С одной стороны, можно сказать, конечно, ну, в конце концов, ладно, случайным образом все изменилось, и клетки меланомные вдруг стали этот фермент производить, а ничего, ну, кроме как тестирования, здесь, может быть, никакого смысла особого не имеет. Но надо отметить, что, ну, кстати, он здесь без домена, его, он все-таки отрезается, так что это немножко упрощенная такая сперматозоидная догидрогеназа, но дело в том, что сама догидрогеназа, соматическая, она замешана на апоптузе и на прочих вещах. Вот при окислении, при всех воздействиях на организм, одним из детекторов вот на такое плохое изменение является догидрогеназа, она начинает проникать в ядро, но это вообще, так сказать, особая тема, там много еще происходит, и всего этого нет у сперматозоидного фермента. То есть, если в нормальной клетке, допустим, у вас клетки уходят в апоптоз из-за окислительного стресса, потому что там догидрогеназа как-то в этом замешана, то если там сперматозоидный фермент, то этого не произойдет, и если его там довольно много, он просто будет на себя принимать часть вот этого удара, но не уходить в апоптоз. Может быть, какие-то особые моменты, связанные с этим процессом, может быть, они важны для раковых клеток. как минимум это можно в какой-то степени использовать как один из маркеров. И надо еще сказать, что это же фермент гликолитический, и вообще-то говоря, есть такой эффект пастера, который отсутствует в раковых клетках, который, по сути, его называют для раковых клеток по-другому, но суть в том, что если у нас есть тонкая регуляция между процессами, которые происходят в митохондрии и гликолизом, когда появляется кислород, то митохондрия начинает работать, а гликолиз притухает, то вот это нарушено в раковых клетках, потому что там идет в основном гликолиз, и вот этот эффект пастера как бы пропадает. Вполне возможно, что когда там появляется новый фермент, который не гидрогеназа, что может быть нарушается еще равновесие между, может быть, здесь что-то есть. Но, к сожалению, так мы особо этим сейчас не занимаемся. Но вот еще, что важно, мы говорили же о нейрогенеративных заболеваниях, да, вот это гафтез, как я уже говорил, она во всех клетках есть, и не исключено, что она может при определенных нарушениях синтезироваться и в нервных клетках. Причем там, кроме вот этих всех вещей, там нарушения апоптоза и всего прочего, там может просто, допустим, если не будет отрезаться этот хвост, может просто синтезироваться фермент, у которого есть полипролиновый домен, который еще с чем-то взаимодействует и участвует в формировании вот этих амилоидных структур. Причем есть, ну, сейчас очень модно проводить метагеномный анализ, да, связи определенных генов с развитием тех или иных заболеваний. И есть, наверное, чуть ли не сотни генов разные исследования находят, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Потом уже все перепроверяется, делается метагеномный анализ, и говорят, что вот 94 гена, они все-таки наверное не связаны, а 6 генов каким-то образом с Альцгеймером связаны. Так вот, один из этих шести генов сперматозоидная глицеральдегитрифосфат дегидрогеназа, ну, правда это или нет, это еще все, конечно, надо выяснять, но что-то в этом вполне возможно есть. а поскольку нам просто нравится работать с глицеральдегитрифосфат дегидрогеназой, то мы с ней и занимаемся. И вот я говорил, что вот тот отбор, о котором мы говорили, вот который вы упомянули, это как раз приблизительно то же самое, что я говорю, если они прилипли и у них не хватает силы оторваться, то только самые смелые пройдут вперед. как-то это вот все-таки эта статья, она не совсем в сторону. Проблема-то в том, что сейчас ну, с одной стороны к счастью, с другой, к сожалению, любыми сперматозоидными двумя оплодотворяются при ЭКО-процедуре. Там активность сперматозоидов никак не учитывается. Я когда-то это рассказывал в институте Кулакова. Ну, как бы... Им это не понравилось. Им не то, что не понравилось, они говорят, ну, нам, в общем-то, не надо добавлять межководоэтаном, мы все равно хвост отрезаем. Хотя об этом они чувствуют, что в этом проблема, конечно, тоже есть. Спасибо большое, Владимир Завич. Приходите, что позвали. Спасибо. Надо еще работать 40 лет. Спасибо.